Здравствуйте, Владимир Георгиевич! Думаю, что окончательных решений пока нет ни у кого, ни у одной из сторон, в связи с тем, что даже после состоявшейся договоренности в ноябре 2020 года, пункта 9 совместного заявления о разблокировке транзитных коридоров, все равно стороны имеют разные позиции, мотивированные разными политическими соображениями, в том числе и экономическими соображениями по этому вопросу. Поэтому я думаю, что предстоящая встреча не имеет готовых решений и будет направлен на то, чтобы каким-то образом позиции сторон выравнивали. Возможно, вы знаете, Армения уже открыла КПП, который может пользоваться Азербайджаном, который связывает Азербайджан с Нахичеваном. Почему Баку не отзывается, не реагирует на это? Да, известно, что 18 августа нынешнего года СНБ Армении объявило, что открывает КПП. На армяно-азербайджанской границе это КПП Сотк, это КПП Ярасх и Караунж. Это все известно, но к тому, чтобы обе стороны согласились на полноценное функционирование этих переходов, есть соображения разного уровня и разной направленности. Я что имею в виду? Например, скажем, разность позиций Баку в отношении Зангизурского коридора, который в последнее время активно продавливается и Азербайджаном, и поддерживается Турцией. Это один вопрос. Второй вопрос – организация перевозок согласно национальному законодательству Армении, которую она и предлагает. Совершенно разные. В первом случае коридор означает некий наднациональный режим, на который в том числе могут влиять и сторонние силы, как то, например, Турция, Азербайджан, Россия и так далее. А переходы, о которых мы с вами говорим, Это исключительно феномены или институты, находящиеся в национальном суверенном праве. Поэтому в данном случае, конечно, Азербайджан продавливает именно удобную позицию, связанную с режимом коридора Зангизурского. То есть требования Баку и Анкары политические, а не транспортные? Вы знаете, абсолютно так сказать нельзя, потому что, вы же понимаете, действия Зангизурского, например, коридора, увеличивают экспортные возможности Азербайджана, ну приблизительно, в годовом эквиваленте, почти на миллиард долларов. Поэтому сказать, что это исключительно политическая, так сказать, мотивация, ну так нельзя, конечно, сказать. Ну и потом еще ряд есть соображений неполитических, которые давлеют от позиции Азербайджана. Но, конечно, в этом решении есть много политического контекста, потому что налаживание Зангизурского региона, во-первых, коридор, извините, во-первых, может, имеет риски сокращения армяно-иранского обмена транспортного, усиления Турции в региональном плане. Вообще геополитики, в том числе, кстати, и армянские геополитики, говорят о том, что Зангизурский коридор остается в логике, которым руководствовался в том числе западный мир, устраивая другой горизонтальный коридор, как мы знаем, Баку-Тбилиси-Каз. Мы же говорим о том, что и России, и Армении, и Ирану, да и не только, а вообще в глобальном геополитическом контексте нам выгодно, чтобы заработала вертикаль север-юг, и чтобы в этой вертикали таким хабом стала Армения. Вы знаете, так сказать нельзя. Она не работала до тех пор, пока к этому коридору не подключилась Россия. Как только Россия стала осуществлять, по-моему, с февраля 21-го года, контейнерные перевозки по этому пути, этот коридор несколько оживился. Но в то же время, я соглашусь с логикой вашей, которая позволяет говорить о том, что вот такие коридоры, которые имеют больше политического, чем экономического, они обречены. Вот всегда полагалось, что Тросека будет некой альтернативой Транссиба в обходе через российскую территорию. Ну, явно архитекторы этого коридора просчитались. И теперь активно подключают к наращиванию транзита по этому коридору и российских перевозчиков. Вот точно так же и сегодня попытка использовать транспортные коридоры исключительно в политических целях, я заранее говорю, что это обречено. У меня, наверное, несколько учеников, которые сейчас заканчивают или уже защитили диссертации по евразийским транспортным коммуникациям. Их исследования свидетельствуют о том, что тогда, когда политики больше, а экономических соображений меньше, это всегда проекты обречены. Вы совершенно правы, стороны обсуждают транспортные коммуникации, а Бако в это время говорит о коридоре. В этом контексте какое согласие может быть? Вы знаете, согласие может быть. Согласие может быть в том случае, вы же помните всю предысторию этих переговоров, когда Баку в длительных переговорах с 99-го года по 2001-го года, который вел с армянской стороны Кочарян, а с азербайджанской начинал отец нынешнего президента Алиев, и когда существовали соответствующие планы Пола Гобла, это одного из ответственных работников внешне политического ведомства Соединенных Штатов Америки, который сначала выдвинул план Гобл-1, Гобл-2, понимая, например, что Гобл-1 как раз имеет свой изъян в том, что не определен статус Мегри в этом Зангизуцком коридоре, не определен статус вообще Карабаха в целом, и он подвигался в своих предположениях и в постановке своих проблем. И ведь практически тогда соглашение было достигнуто между Кочаряном, ну, по крайней мере, подошли стороны к обоюдному конструктивному решению. Вопрос состоит даже при условии реализации проекта Зангизурского коридора. Важно качество или важно содержание этого соглашения. Безусловно, в этом соглашении не должно быть даже намека на какое-либо посягательство на суверенитет Армении. Мегри может быть транзитным пунктом в Зангизурском коридоре, но это не может, Зангизурский коридор не может выходить за рамки армянского суверенитета. То есть, вот это очень, если сам будет функционировать, сам Зангизурский коридор, то, я думаю, выиграют все. Но если, опять же, я повторяю, если это будет использоваться в политических целях, то, конечно, тогда это еще камень преткновения еще один, а не точка соприкосновения. Вы думаете, Мегрийский вариант в свое время могло бы осуществиться, да? Если поэтапно и если на основе сохранения, вот как вы говорите, пунктов пропуска, основанных на национальном законодательстве Армении, то почему нет? Может существовать. Тогда речь шла об обмене территории явно. Ну, это не совсем так. Кочарян, например, отрицает эти вещи с обменом территории. Никто не обсуждал именно в таком контексте эту проблему. Поэтому вот важно, так сказать, содержание. А вообще, как проект Зангизурский коридор может состояться. При учете интересов всех. Какой интерес России к этому? Ну, во-первых, вывод из зоны рисков конфронтации и конфликта нашего ближайшего не просто партнера, а члена ОДКБ, члена интеграционных объединений, близкого православного нам народа и социума, из зоны конфликта, который, конечно, несет много бедствий, страданий и так далее, и так далее. Второе – это налаживание конструктивных отношений. Я не думаю, что это прям вопрос ближайшего будущего, но тем не менее, между Арменией и Азербайджаном и превращение региона, в том числе и транспортных и его коммуникаций, в зону мира, которая была направлена бы на… Ну, например, разве при нормальном режиме мира, разве России не выгодно получение такого удобного сообщения транспортного железнодорожного с Арменией? Конечно, выгодно. Конечно, выгодно. Но если этот коридор будет использоваться исключительно для того, чтобы выстроить ось, соединяющую Нахичевань, Турцию и Азербайджан, тогда этот проект может повернуться в обратную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok